МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами дипломат, эксперт по международному праву Вадим Трюхан. Вадим Валерьевич, здравствуйте. Добрый день, Николай. Сложные события, сложные времена, которые усугубляются еще определенными трагическими моментами. На сегодняшний день наблюдаем определенную информационную картину, картину мира, с которой нам не только приходится жить, но и как-то реагировать на эти события. Можем ли сегодня говорить о четкой реакции международного сообщества на конфликт на востоке Украины и, в частности, на ситуацию с сбитым пассажирским самолетом малазийских авиалиний, который упал на территории Донецкой области? Можно сказать однозначно, что факт катастрофы, который имел место быть в связи с запуском, по-видимому, ракеты из ракетно-зенитного комплекса БУК, он в корне меняет отношение мирового сообщества к тому, что происходит на востоке Украины, что произошло в Крыму. Если раньше мы часто густо слышали какие-то заявления об ополченцах, о гражданской войне и так далее, то сейчас стало понятно, что на востоке Украины идет война. Причем война, развязанная Россией, и сейчас международное сообщество уже понимает тот факт, что война не только против Украины, это вызов всему мировому сообществу, и Европе, и миру. Поэтому реакция лидеров цивилизованных государств как раз мира, она довольно прогнозируема, но и ожидаема. Очень хорошо, что наконец-то и Европа, и Америка, и Австралия, и другие страны поняли, что только совместными усилиями они могут остановить агрессию, только совместными усилиями можно предотвратить широкомасштабную войну, я бы не сказал в Украине, а в Европе, и поэтому они начали действовать. Если говорить о некой скованности все-таки мировых лидеров в отношении высказывания, опять-таки, катастрофы Боинга, малазийских авиалиний, многие эксперты отмечают, что реакция была не сильно эмоциональной, что прозвучали достаточно сухие слова, и в этом просматривается определенный фон реакции. Нормально ли это, опять-таки, с точки зрения, может быть, дипломатических отношений? Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, нельзя однозначно сказать о скованности, нельзя однозначно сказать, наоборот, про какой-то агрессивной риторики. Часть стран, такие как Австралия, Нидерланды, Великобритания, да и Соединенные Штаты, они занимают довольно четкую позицию, прямо указывая, что достаточно фактов, которые указывают на то, что как раз катастрофа случилась в связи с запуском ракеты, из вооружения, которое получено из России, и требуют незамедлительного расследования, и уже четко дают понять России, что в зависимости от результатов расследования будут приниматься соответствующие, как говорится, мероприятия в ответ. И это говорит как раз о том, что международное сообщество наконец-то поняло для себя, что оно само собой не рассосется, что нужно действовать, причем действовать по многоуровневой схеме, говорить и о политических каких-то шагах, и об экономических, и не исключено, что военных мероприятиях. Поэтому я бы как раз тут подчеркнул, что мировое сообщество достойно отреагировало. Единственное, что важно нам как бы взять ко вниманию, что сейчас по горячим следам мы действительно видим вот эту определенную консолидацию. Но Украине важно поддерживать диалог с мировым сообществом и максимально использовать ту ситуацию, которая сложилась. СМИ заявляют о том, что террористы на территории места падения самолета препятствуют проведению расследований. Как этот факт может сказаться на доверие отношения к Украине со стороны мирового сообщества? Вы знаете, тут не суть в Украине, тут суть как раз в России. Уже достаточно фактов, которые подтверждают, что все действия как раз боевиков, я бы не хотел называть их исключительно террористами, это боевики. Это по сути парамилитарная такая армия, которая создана при поддержке и при координации конкретных людей из Российской Федерации. Так вот, они все подконтрольны своим куратором из Российской Федерации. И по-видимому в Москве решили, что даже на этой трагедии нужно что-то выторговать. Вот в этом как раз проблема. Уровень ценностей, восприятия общечеловеческих ценностей, не говоря уже о европейских, в Кремле, в современной России он нивелирован. Поэтому позволяются себе даже такие случаи, когда не выпускают поезд с телами погибших, не пускают экспертов к месту трагедии и так далее. Я считаю, что это вопиющий случай, и как раз он усугубляет положение как раз российской стороны и не оставляет выбора мировому сообществу. Мировое сообщество объединяется для того, чтобы все-таки сделать все необходимое для предотвращения в дальнейшем таких случаев, для того, чтобы разобраться и установить реальный ход событий, который предшествовал самому запуску ракеты, и по сути остановить Путина. Ну и понимаем, что действиями по препятствованию, в частности проведения расследований катастрофы Боинга, малазийских авиалиний, тем самым ситуацию, по сути, свой имидж в дальнейшем боевики еще более усугубляют. Ну все мы видели картинку, когда уже первые эксперты из Нидерландов, Австралии, были на месте, и их выражение лиц недоуменное, не только страх, но и недоумение от вида того, с кем они имеют дело, а по сути это отброски общества, это люди, которые не имеют никаких моральных ценностей, которые не имеют никакой собственной позиции, никаких целей, которые бы они преследовали, ни политических, ни гуманитарных, никаких. Это, знаете, вот такие вот марионетки-зомби, которых собрали наемники из России, и очень много из них как раз с российским паспортом, свидетельств тоже очень много мы уже видели и в масс-мидии, и в ютубе везде. И они теперь уже более четко понимают, в какой ситуации оказалась Украина. Теперь уже будет намного тяжелее, если невозможно кому-то в Европейском Союзе либо в другой цивилизованной стране мира сказать «садитесь за стол переговоров», условно говоря, с представителями ЛНР. Теперь уже большая вероятность того, что вот эти все картинки, вот эти все образы поведения, которые они демонстрируют, они помогут Украине добиться того, что не только в Украине, а на международном уровне будет признан статус террористической организации за ДНР, ЛНР. И теперь уже не повернется у кого-то язык говорить «нужно решать вопрос дипломатическими методами». Да, нужно, но сторона переговоров Российская Федерация исключительно. И Украина не должна наедине с Российской Федерацией, потому что силы несоразмерны, ни с точки зрения политики, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения военной мощи, Украины с Россией. Украина не может быть наедине с агрессором. Как раз международное сообщество должно подключиться и все-таки попытаться повлиять на Российскую Федерацию. Вот тот первоначальный женевский формат, когда принимали участие ЕС и Соединенные Штаты, он по сути должен сейчас быть несколько расширен, так как уже привлечены и другие стороны, в первую очередь Австралия, которая занимает очень четкую позицию Малайзии. Ну и наверное речь идет о Нидерландах, Малайзии. Ну Нидерланды это часть Европейского Союза, поэтому тут как бы... Но они отдельно свою позицию смогут в Европейском Союзе. Да, но Нидерланды, кстати, сейчас занимают очень жесткую позицию. Если раньше это была страна, которая старалась несколько дистанцироваться от этих событий, потому что она довольно консервативна по отношению к Украине традиционно, то сейчас Нидерланды увидели, что это касается и их. А Нидерланды это одна из наиболее демократических стран мира. И там избиратели от своих правительств всегда требуют эффективности. Как только правительство демонстрирует неэффективность в защите своих граждан, в защите интересов своего государства, сразу же, по сути, они уходят в небытие политическое и проходят досрочные выборы, избираются другие. Поэтому правительство Нидерландов, в чем я глубоко убежден, будет действовать очень уверенно и будет как раз занимать намного более проукраинскую позицию и будет добиваться того, чтобы Россия, по сути, ответила за те преступления, которые она делает на территории Украины. В рамках политического диалога накануне состоялись беседы, встречи, переговоры. И известен тот факт, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину был установлен срок до 22 июля. Насколько обтекаемо, понимаю, повлиять на боевиков. Что это за условия? Известно ли вам о нем? И почему дата 22 июля? И в что результате этого может произойти либо не может произойти? Ну, смотрите, тут есть позитив и есть определенный негатив. В чем позитив? Ну, все-таки, мировое сообщество должно сделать все для того, чтобы не началась Третья мировая война. Потому что при нынешнем руководстве России, когда это государство стало абсолютно непредсказуемым и которое позволяет себе прямые угрозы своим соседям, в том числе в Украине, то есть было бы довольно глупо сейчас там уже отказаться от каких-то мирных способов урегулирования. Поэтому тот факт, что лидеры и Европейского Союза, и премьер-министр Австралии, и Соединенных Штатов пытаются быть в диалоге с господином Путиным, он позитивный. То есть они пытаются его убедить в том, что такая линия поведения, которую он занял, агрессивные действия, нарушение норм международного права, они ведут в тупик. И что еще важно, что, по сути, лидеры демократических государств говорят в один голос. Поэтому Путину довольно сложно сейчас игнорировать. Тот факт, что он сегодня ночью беспрецедентно записал свое обращение в первую очередь к россиян, но и к мировому сообществу, оно все-таки свидетельствует о том, что там идут определенные размышления, что делать, как делать, как выходить из этой ситуации. Ведь Путин тоже человек довольно умный, опытный, и он понимает, что, может быть, даже не планировал ни он, ни его соратники именно удар по пассажирскому самолету. Но это случилось. И понятно, что достаточно доказательств, что это случилось из российского вооружения, которое было предоставлено накануне. То есть это позитив. Но в чем негатив? Негатив в том, что даже сейчас Путин не меняет свою позицию. И в обращении он опять делал акцент на том, что виновата Украина, ничего бы не случилось, если бы продолжили перемирие. А все мы знаем, что во время перемирия каждый день гибли украинские военные и мирные жители. То есть как такового перемирия не было. Более того, оно было использовано для того, чтобы завести побольше тяжелой военной техники и заслать еще больше рекрутированных через военкоматы в Российской Федерации наемников. То есть, по сути, это было не перемирие, а такой шаг доброй воли со стороны Украины президента Порошенко, который не был встречен, который не вызвал шага доброй воли в ответ. Теперь по отношению к тому, почему 22 июля. По сути, тут очень все логично. 22 июля намечено заседание Совета Европейского Союза, Совета Министров иностранных дел, где будет присутствовать и Министр иностранных дел Украины Климкин. И там будет как раз рассматриваться вопрос о ситуации, которая сложилась в Украине в связи с крушением самолета. И по всей видимости будет рассматриваться вопрос расширения пакета санкций. Поэтому такой, как говорится, дедлайн и выставлен. Но, опять же, тут есть небольшой такой налет как бы негатива. Но в ультиматуме, который как раз прозвучал, говорится о том, чтобы было сделано все для объективного расследования, допуска экспертов и так далее. Но ничего не говорится ни о Крыме, ни о необходимости прекращения поставок вооружения, отзыва своих военных специалистов, по сути, диверсантов, членов ГУРа, Главного управления разведки Генерального штаба Российской Федерации и так далее. Перефокусировка основной проблемы получается? Да, оставляется дверь открытая для маневра. И тут европейцы пытаются минимизировать опасность того, что Путин пойдет на эскалацию. И, честно говоря, мне кажется, что таким образом оставляется возможность сохранить лицо господину Путину. Но у него сейчас появляется выбор. либо он продолжает действия, направленные на эскалацию конфликта, и тогда рано или поздно все-таки он доведет ситуацию до абсурда, и Российская Федерация окажется и в изоляции, и под давлением компрехенции, всеобъемлющих санкций секторальных в том числе. Либо он, пользуясь этим инцидентом, назовем так мягко его, все-таки изменит свою позицию, изменит тактику поведения, и постепенно начнет давать команды на отбой, на отвод и так далее. Чем такая ситуация? И первая, и вторая может завершиться? По первому сценарию, как мне кажется, все-таки большая вероятность того, что он пойдет во банк, и те силы, которые концентрируются сейчас и на границе Украины, и на административной границе между Херсонской областью, и Крымом могут быть задействованы. В таком случае не исключаю, что начнутся широкомасштабные военные действия, и в таком случае не исключаю, что и определенные страны-партнеры Украины могут не просто помогать, но предоставить военно-техническую помощь Украине, а им, возможно, предоставят определенные военные силы. А по второму варианту, я думаю, что довольно быстро на протяжении нескольких месяцев можно добиться деэскалации конфликта, и все-таки перевести его в мирное, как говорится, русло, начать реконструкцию на территории Донбасса, ну, то есть довольно быстро на протяжении нескольких недель зачистив территорию от боевиков. На самом деле, без поддержки России там какой-то особой мощи нет, потому что сейчас мы уже видим тенденции и к созданию из местных жителей партизанских отрядов, и мы видим, насколько доброжелательно в освобожденных городах местное население встречает украинских военных. То есть произошел перелом, произошел перелом. Я не хотел бы сказать, что уже в сознании, но по крайней мере восприятии своего места в Украине. Люди, которые живут на Донбассе, они столкнулись с тем, что после 23 лет относительной стабильности и действительно мирной жизни, у них появилась угроза жизни их детям, женщинам и так далее. И более того, они столкнулись с циничностью, с бандитизмом, с мародерством, которое спонсируется как раз нашими друзьями из соседней страны. Поэтому люди начали понимать, что их просто одурманили, их по сути зазомбировали. Работа украинского государства на протяжении нескольких месяцев, может год-два направленная не на пропаганду, а на предоставление объективной информации, работая направленная на реформирование реального государства, в том числе децентрализация, проведение местных выборов, когда люди смогут избрать своих представителей в органы местной власти и кстати в парламент, она поможет еще больше консолидировать украинскую нацию. Мы сейчас уже видим эту консолидацию, но после реформ, после окончания военных действий большущие шансы на то, что Украина по сути как Израиль станет одной из самых консолидированных наций в мире. Если мы будем говорить о результатах экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло еще буквально несколько дней тому назад, можем ли мы говорить о том, что это заседание было результативным? Ну, вы знаете, я как профессионал в этой сфере скажу так, что первое и самое важное, что Совет Безопасности был собран очень оперативно и позиция, которая там прозвучала, была довольно консолидированной. Это первое и главное. Второе, если кто-то ожидал, что Совет Безопасности ООН немедленно примет какую-то действенную резолюцию по деэскалации конфликта, по выводу войск, по возвращению Крыма, то это, по крайней мере, было бы наивно. Потому что Совет Безопасности это орган, в котором каждое государство из числа постоянных членов, их 5 и 10 непостоянных, оно имеет право вето. Понятно, что Россия заблокировала любую резолюцию, которая бы касалась каких-то интересов Российской Федерации. Третье, меня несколько удивил уже такой перебор в циничности, который прозвучал из уст господина Чуркина, представителя Российской Федерации. Буквально через день после того, когда весь мир узнал о том, что погибло почти 300 людей из 10 стран мира, он опять возвращается к каким-то надуманным гипотезам относительно украинской вины и так далее. Ни на йоту, не изменяя риторику в вопросе и того, кто пребывает на Донбассе, и того, каким образом ведет себя Россия и так далее. Я думаю, что таким своим поведением он несколько оттолкнул других представителей Совета Безопасности ООН. И, кстати говоря, сегодня будет очередное заседание Совета Безопасности. Будут рассматриваться как раз уже конкретные решения, то есть резолюции. И одна резолюция, которую предложила Австралия, она как раз требует от России предоставить полное и безусловное право для международных экспертов провести независимое расследование и так далее. В то же время и Российская Федерация выдвигает какую-то резолюцию, говоря о том, что вот нужно обязательно, чтобы было ИКАО, как будто ИКАО там не будет. Понимаете, то есть уже идет такой вброс каких-то фейковых документов с тем, чтобы не допустить какого-то решения, которое не инициировано Россией. Мне сложно сказать, удастся ли сегодня выйти на какой-то компромисс, но что важно отметить, что независимо от того, будет ли принята резолюция она принята. Сейчас уже просматривается такая коалиция демократических сил, которая даже при условии блокирования России решений, в том числе в Совете Безопасности и ООН, настроена на активное действие, совместное действие. И это для Украины несомненный позитив. Поэтому я считаю, что как бы там ни было, и прошлое заседание Совета Безопасности и сегодняшнее, оно вносит свою лепту в развязание вот этой ситуации как таковой. Что до возможного статуса союзника для Украины, в частности еще в том же списке Молдова-Грузия, без определенного членства, участия в том же Североатлантическом Альянсе, это союзничество даст что-нибудь Украине, поможет ли развязать конфликт на востоке? Если вы имеете ввиду законопроект, который подал господин Маккейн в Конгрессе Соединенных Штатов, то я скажу, что это такой определенный прорыв для Украины. До настоящего момента, если я не ошибаюсь, там было только две страны, одна из них Израиль, которая имела привилегированное партнерство с Соединенными Штатами. Принятие вот этого закона о предотвращении агрессии против таких-то стран, и там не только, кстати, Украина, Молдова и Грузия, там и Косово, Сербия, другие некоторые страны Центральной Восточной Европы. Так вот, для Украины появится, откроется, по сути, юридическая возможность получить программу военно-технической помощи от Соединенных Штатов по типу той, которую Соединенные Штаты открывали в 1939 году для Великобритании, Ленд-Лиз, которая потом расширила свои действия на Советский Союз. Ведь, что мы увидели сейчас? В первую очередь, наша армия требует современного оружия, того оружия, которое можно было бы применять в условиях вот этой, условно назовем гибридной войны. И как раз Соединенные Штаты, некоторые европейские страны, они имеют возможность такое оружие предоставить, но нет юридической базы для того, чтобы это сделать мгновенно. Поэтому этот закон очень важный. К сожалению, сейчас Конгресс на каникулах и он не может быть принят прямо сейчас, но тем не менее остается только надеяться на то, что он будет принят и что действительно Украина получит статус союзника Соединенных Штатов. Это довольно очень важный шаг. Ну и такая внешняя помощь, понимаем, что она будет не только военно-техническая, что это будет? Это будут специалисты, обмундирование, это будет непосредственная помощь, может быть, иностранных военных на территории Украины. Возможно ли это? Что Украине необходимо, какие шаги предпринять для того, чтобы эту помощь позволить, опять-таки, может быть, в юридическом плане? Там как раз в законе есть три пункта, которые должны быть выполнены, чтобы страна получила право быть союзником. Они для Украины как раз по сути уже выполнили их. Там идет речь и о демократии, и о свободе СМИ, и так далее. То есть тут вопросов не будет. сейчас трудно как бы предположить со стопроцентной уверенностью, что будет идти и зачем. Там обмундирование, там какая-то техника военная, либо инструктор и так далее. Но когда будет принят закон, самое главное, что появляется возможность. Для того, чтобы там получить какое-то вооружение, нам по сути ничего не нужно. То есть наше законодательство позволяет. Для того, чтобы вошли инструкторы, но если они безоружные, тоже тут по сути ничего не нужно. Для того, чтобы было принято на территории Украины какое-то подразделение военное, тут надо будет принимать закон о допуске там таких-то подразделений такой-то страны с такой-то целью и так далее. Это законодательство у нас прописано, как это делается и как раз большущих каких-то трудностей это не вызовет, потому что эта система давно обкатана, когда мы проводили совместные учения на территории Украины. Яворев, их целый ряд. Поэтому я думаю, что осталось за малым все-таки получить подписанный закон и работать дальше уже над его имплементацией. А стоит ли понимать, что вот такая военная помощь, уже скажем, не инструкторами, не консультациями, а действительно настоящая военная помощь с присутствием иностранных армий на территории Украины, возможно, только если события на Востоке будут квалифицированы как военные действия и военная агрессия? Ну, опять же, все зависит от масштаба. Если Российская Федерация, условно говоря, ведет там свои регулярные войска на территории Украины, то Украина как суверенное государство даже без этого закона может обратиться ко всем своим партнерам с помощью предоставить военную помощь. И уже, соответственно, наши партнеры будут решать, могут они это предоставить либо нет. Если же ситуация будет продолжаться в таком ключе, какова она сейчас, то, по сути, нам помощи, условно говоря, солдатами и офицерами она нам и не нужна. То есть украинцы доказали на протяжении уже более трех месяцев проведения АТО, что воевать они умеют, они не собираются там, не будем называть какие страны, но как ожидала Россия, по аналогии там, драпать, либо еще что-то. Украинцы готовы отстаивать свою независимость и, по сути, бороться за жизнь своих родных. Но то, что нам действительно не достает военной техники современной, то это факт. То, что нам не помешали бы военные инструкторы, которые прошли там, Ирак, Афганистан, некоторые другие страны, где тоже были такие особенности ведения военных действий, то это тоже факт. И для этого как бы не нужно ждать, это можно уже делать прямо сейчас. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня рассказали нам в гостях у национального интереса. На БТБ был дипломат, эксперт по международному праву Вадим Трюхан. Мы говорили о ситуации на востоке страны, о международной реакции на эти события, ну и даже пытались несколько спрогнозировать дальнейшие события и действия. Меня зовут Николай Матвеев, мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok